Здравствуйте! Подводим итоги субботы 13 мая в Украине. И в этом выпуске такие главные темы. Компьютеры по всему миру поражают вирус-вымогатель Уанна Край. В атаке хакеров замечен русский след. Закалка стальных. Фильм о новом спецподразделении в Украине и о сверхчеловеческих возможностях украинских спецназовцев. Киевская «Динамо». 90 лет побед и их ожиданий. Главные события и лучшие матчи в истории самого титулованного клуба Украины. Об этом и другом далее подробнее. Сутон определил график процесса в деле Украина против России. Он продлится до лета 2019 года. План согласовали представители сторон и председатель Международного суда Рони Абрахам. В ближайшее время его публикуют официально. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, представляющая Украину на слушаниях в Гааге. Напомню, Международный суд в Гааге рассматривает обвинения относительно нарушения России и двух конвенций ООН. На заседании 19 мая суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Москву возобновить деятельность Межлиса и прекратить дискриминацию крымских татар. Однако объявил, что Украина не предоставила достаточных доказательств по делу о нарушении конвенции о запрете финансирования терроризма. Средства массовой информации уделили недостаточно внимания визиту главы украинского МИД Павлу Климкину в США. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью Fox News. Его фрагмент опубликован в твиттере канала. Глава Белого дома, отметил медиа, акцентировали внимание на визите главы МИД России, в то время как аналогичный визит министра иностранных дел Украины почти не освещали. Напомню, 10 мая Дональд Трамп на встрече с Павлом Климкиным в Вашингтоне обсудил дальнейшую поддержку Украины со стороны США. В тот же день состоялись встречи президента и госсекретаря Соединенных Штатов с главой МИД Лавровым. Недавно ко мне приезжал министр иностранных дел России и сразу после этого у меня был глава МИД Украины. Я сказал им обоим, вам нужен мир. Но СМИ говорили только о России. Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает. Все было по графику, но они не говорили об Украине. Противодействия терроризму и киберугрозам, в частности со стороны РФ. Такие вопросы руководство Службы безопасности Украины обсудило с представителями Конгресса США в Киеве. Конгрессмены заверили, что и далее поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на увеличении финансовой помощи. Ранее глава нацразведки США Дэн Коут заявил, что Россия будет пытаться сорвать интеграцию Украины в западные структуры, а также заставить Киев реализовать Минские соглашения в российской интерпретации. СМИ пишут о российском следе в масштабной вирусной атаке. Десятки тысяч компьютеров по всему миру были поражены кибергруппировкой, возможно, связанной с Россией. Об этом сообщило британское издание The Telegraph. Речь идет о Shadow Brokers. 8 апреля, через день после ракетного удара США в Сирии, они выпустили заявление, в котором обвинили Трампа в предательстве людей, которые за него голосовали. Отдельные эксперты считают, что это указывает на связь Shadow Brokers с российским правительством. Как сообщает Bloomberg, из-за вируса WannaCry накануне пострадали более 75 тысяч компьютеров в 99 странах мира, в том числе и в Украине. Заражая компьютер, вирус шифрует файлы. Раскодировать их обещают после выкупа. Противостоять хакерским атакам будут совместно страны Большой Семерки. Договоренность достигли на встрече министров финансов в итальянском баре, сообщает Reuters. Большая Семерка признает, что кибератаки представляют собой угрозу для экономик стран группы. И, подчеркнули, важно правильно оценить степень опасности на разных уровнях, а также разработать соответствующие меры в масштабах всей экономики. Об этом говорится в проекте заявления G7. Трое украинских военнослужащих ранены и травмированы за минувшие сутки в зоне АТО, сообщают в Минобороны. Боевики обстреливают позиции вооруженных сил Украины на всех направлениях, в том числе и с тяжелого вооружения. На Луганском из артиллерии и минометов калибрами 122 мм били по Крымскому. На Донецком сложная остается ситуация в районе Авдеевки. Там враг активно использовал минометы. На Мариупольском направлении боевики сосредоточили обстрелы на участке фронта Павлополь-Широкина. На Луганском направлении зафиксированы два обстрела. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе Малинового, боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета. Позже по одному из опорных пунктов вооруженных сил Украины в районе Крымского противник одновременно ввел огонь из минометов 82-го калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Позже по одному из опорных пунктов вооруженных сил Украины в районе Крымского противник одновременно ввел огонь из минометов 82-го калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Также ночью из артиллерии калибром 152 мм боевики обстреляли в Волновах у Донецкой области. Выпустили около 15 снарядов. Об этом сообщила украинская сторона в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. К счастью, из мирного населения никто не пострадал. Кроме этого, накануне в результате минометного обстрела в Маринке и Красногоровке разрушено здание. Одна мина разорвалась во дворе жилого дома. По предварительной информации, жертв среди гражданских нет. В то же время в СЦКК сообщили о ранении женщины в результате обстрела Чермалыка боевиками. Прокуратура Крыма расследует 60 уголовных производств по фактам нарушения прав человека на оккупированном полуострове. Потерпевшими выступают более 150 украинских граждан. Следствие уже допросило более 50 свидетелей. По словам прокурора Гюндузу Мамедова, прокуратура не может проводить следствие непосредственно в Крыму. Это компенсирует специальный сайт, на котором любой может оставить свою информацию о правонарушениях. Демократия по-российски. Ежедневно сотни крымских татар коренного населения Крыма подвергаются репрессиям. Их дома обыскивают, на них заводят уголовные дела, их семьи запугивают. И все это на Крымский полуостров принес русский мир. Тему продолжит Маргарита Статюк. В Украине проживают представители более 130 национальностей. Один из коренных народов – крымские татары. Из-за аннексии полуострова этот народ практически на грани выживания. За три года оккупации Крыма там прошли сотни обысков в домах крымских татар. Без вести пропали 19 людей. Открыто более 60 уголовных дел. 40 человек находятся в тюрьме. 20 находятся на подписке о невыезде. Геноцид крымские татары на себе ощущают уже не в первый раз. В мае 1944 года по приказу Сталина около 240 тысяч человек, почти все коренное население полуострова, депортировали с родной земли. Уничтожали и все культурное наследие крымских татар тоже. Сжигались книги, взрывались мечети, уничтожались даже кладбища. Из надгробных камней делали они тротуары, сенарники. Словом, полностью изменили географические наименования. 1118 населенных пунктов, городов, сел, все было изменено, русифицировано. В 2014-м от кремлевского режима крымские татары ожидали повторения 1944-го. Мы вообще-то в первые дни ожидали тотальной и снова депортации. Яснилось, что там мнения в Кремле в отношении крымских татар разделились на две части. Одни считали, что надо как-то договориться, купить, запугать. А вторая линия была на то, что концепция была такая, что с крымскими татарами невозможно договориться, и поэтому надо действовать традиционными методами, то есть репрессии. Репрессиям крымские татары подвергаются каждый день. Говорить на родном языке нельзя, молиться в мечети нельзя. Отмечать национальные праздники также запрещено. Спецслужбы отслеживают даже лайки в социальных сетях. Каждое утро, как по будильнику в 8.00, крымские татары вздрагивают. Ждут новых обысков от российских карателей. Обысков, наверное, с момента оккупации на сегодняшний день уже было, наверное, произошло более 800. Уже не фиксируется даже, потому что каждый день утром люди смотрят на часы, если уже 8-9 часов, а говорят, сегодня, наверное, не придут с обыском. К 73-й годовщине депортации коренного народа Крымского полуострова в Киев приехала друг Украины, депутат Европейского парламента Ребека Хармс. Говорит, Европа думает над ужесточением санкций против Кремля. Я считаю, что это неправильно, что каждые 6 месяцев ведутся дискуссии о необходимости продления санкций. Я считаю, что этот период нужно увеличить хотя бы на год. Все те, кто думают, что европейцы лишат Россию санкций, это не так. За права крымских татар Украина борется на мировой арене. Недавно по иску нашей страны Международный суд в Гаге обязал Россию прекратить репрессии коренного народа в Крыму. Маргарита Стецюк, Александр Копиловский, UATV. 11 мая исполнилось три года с момента незаконного ареста украинского режиссера Олега Сенцова, а также Алексея Черния и Александра Кольченко. Правозащитники и волонтеры запустили флешмоб «Пора отпускать». Об украинских узниках Кремля говорим сегодня с гостью нашей студии, главой правления Центра гражданских свобод Александр Матвичук. Здравствуйте, Александра. Спасибо, что нашли время прийти к нам. И прежде всего, хотелось бы начать с такого вопроса. Насколько полна информация о наших гражданах? Конечно, мы мало что знаем о том, как проходят дни людей, которые заключены за политическими мотивами в Российской Федерации, в оккупированном Крыму. Мы имеем информацию только из их писем, от редких визитов родственников, от визитов их адвокатов, либо членов наблюдательных комиссий, которые время от времени могут их посещать. То есть есть доступ к правовому защиту, поддерживать связь с близкими? Очень ограничены. Если говорить вообще про список Let My People Go, который кроме Олега Сенцова, Александра Кольченко и Алексея Черния насчитывает 44 человека всего, то ситуация очень по-разному складывается. У нас есть кейсы, где не имеют доступа независимые адвокаты месяцами к своим клиентам, где, например, невозможно посещение украинского консула, потому что человеку принудительно навязывают российское гражданство. Ну и это, к сожалению, не рядовой случай, а такая обычная практика. А что известно об условиях содержания их? Ну, российские тюрьмы никогда не отключались гуманностью. Если говорить про Олега Сенцова, он сейчас находится в Якутии. Это такой, знаете, злой розыгрыш судьбы. Человек с Крыма, вот, закинуть его в самое такое, наверное, одно из самых холодных мест Российской Федерации. Мы знаем только со слов его сестры, что, конечно, он там пытается заниматься творчеством, что-то пишет, держится и не сломлен духом, что немаловажно, и ощущает нашу поддержку. И, собственно, мы выходили на эту акцию проотпускать и запускали этот флешмоб для того, чтобы дать сигнал вот даже в ту далекую Якутию, что Украина борется за Олега Сенцова, Алексея Черния, за Александра Кольченко и всех других из списка «Let my people go». А в чем их обвиняет Кремль? Это сфабрикованное дело в терроризме. Мы должны поверить про то, что украинский режиссер, собственно, пытался совершить террористические акты. И вот их шили всех четверых. Я говорю четверых, потому что Геннадий Афанасий, слава богу, с прошлого года был обменен и помилован официально по правовым способам, но обменен де-факто и находится на свободе. Вот их шили всех в одну террористическую группу. Олега Сенцова назначили руководителем этой террористической группы. Нет никаких доказательств. Все дело Олега Сенцова строится на показаниях Геннадия Афанасьева, которые были выбиты под пытками. Геннадий прямо на суде об этом потом заявил. Ну, разве это нужно суду российскому для того, чтобы человеку дать 20 лет колонии? Нет, конечно, не интересуют доказательства. И вот Олег получил такой довольно жестокий приговор и находится сейчас в Якутии. Как вы думаете, зачем все это Кремлю? Зачем наши граждане? Ну, есть две основные причины. Причина первая. Российская Федерация уже три года ведет гибридную войну против Украины. И тяжело от этого скрыть и от мира, и от собственных граждан. И нужно объяснять, почему псковские десантники находятся на Донбассе. И вот объяснение следующее. Вот эта фашистующая хунта, этот леймотив, который Россия использует, она не просто борется со своим народом. Вот они приехали уже в Россию и готовят там диверсии, готовят там какие-то карательные акты, акты терроризма. И вот это такое лицо для телевизора, которое смотрят миллионы россиян, вот оно, образ врага, который лепится из украинских граждан. Ну, а вторая причина, то Олег Сенцов, он ненасильственным способом пытался воспрепятствовать оккупации Крыма. Он выходил на мирные акции, и это был такой сигнал и ему, и следующие, кого взяли за ним, что сопротивление жестоко пресекается, и люди, которые не радуются акту аннексии, они окажутся в местах не столь отдаленных. Как вы считаете, достаточно ли усилий прилагает украинская власть, общественная организация, чтобы наши ребята поскорее вернулись домой? Каждый из них. Украина только учится защищать своих граждан, и, собственно, за эти три года мы видим разительный успех в том, как это было в 2014 году и как сейчас работа строится в 2017. Но, конечно, очень многое не дорабатывается, и вот я для себя сделала не такое открытие, когда в феврале этого года встречалась с целым рядом гражданских активистов в регионах, то есть не обыкновенными людьми, а людьми, которые занимаются гражданской активной деятельностью. И я спрашивала их, а что вы слышали об Олеге Сенцове? Ну, я так себе думала, это самый известный человек из этих 44 заключенных, и если они про него ничего не слышали, ну, что уже говорить про других? И оказалось, что вот гражданско-активные люди в регионах тоже не все знают вообще про дело Олега Сенцова. То есть мы не дорабатываем. Не так хорошо знают о задержанных наших украинцах. Да, то есть есть еще над чем работать. Пин-центр запустил кампанию в поддержку Олега Сенцова. Известные личности подписали открытое письмо с призывом добиваться освобождения Сенцова. В мире, я так понимаю, тоже не очень хорошо знают. Ну, я бы сказала, что благодаря усилиям режиссерского сообщества, а Олег Сенцов режиссер, и за эти три года кто только не выступил на его защиту, и известные нобелевские лауреаты, и известные писатели, поэты, режиссеры, актеры, то, конечно, вот про Олега более слышно, чем про других заключенных. И недавно Пин-клуб, еще перед тем, как огласить эту кампанию, тоже сделал очень важный шаг. Он вручил Олегу Сенцову очень престижную международную премию. Ее получать полетела его сестра Наталья Каплан. И, собственно, эта кампания, которую начал Пин-клуб, это игра в долгую. Они ее закончат, когда Олега Сенцова освободят. Мировое сообщество осуждают, все видят, признают несправедливость. Как вы считаете, есть ли какие-то действенные рычаги для освобождения? Ну, ответ сложный. Я могу очень абстрактно ответить. И вот вопрос, как добиться такого состояния. Состояние, когда Путину будет невыгодно их удерживать, когда он должен будет, легче ему будет их отпустить. И мы понимаем, что мы имеем дело с авторитарной страной, в которой есть сотни своих политзаключенных. Собственно, только мемориал Российская правозащитная организация признала 115 людей, которые сейчас находятся в местах несвободы Российской Федерации политузниками. И политические репрессии – это обыденная вещь для Российской Федерации. И остановить вот этот вал, вот как, да, вот, нужно организовать очень мощное международное давление на Путина. И, собственно, наша кампания, которую мы ведем уже третий год, она держит этих людей в повестке дня и Украины, и международного сообщества, чтобы про них говорили, чтобы про них не забывали, и чтобы вот это международное давление формировать. Думаю, что не стоит забывать и о тех людях, которые подвергаются репрессиям и арестам в Крыму. Вы мониторите ситуацию? Конечно. Из 44 людей большая часть – это люди крымчане, либо те, которые были задержаны в Крыму, как, например, Евгений Панов, самый Запорожье, либо вот есть даже такой, как Андрей Коломеец, который гражданин Украины, проживал совсем в другой части Российской Федерации, и его специально привезли в Крым, когда он там никогда не был, для того, чтобы обвинить его, как пишется в судебном постановлении, участие в неконституционном перевороте. Ну, так называют Евромайдан, революцию достоинства, российская пропаганда. Большинство людей – крымчане, и самое ужасное, что их количество увеличивается. И в этом году мы видим новые тенденции. Если в прошлом году мы только говорили про то, что увеличивается количество таких преследуемых людей, то сейчас мы видим, что этот вал репрессий начинает касаться их адвокатов и людей, которые просто их поддерживают. Например, носят передачи, передают какие-то вещи, помогают родственникам, либо приходят в виде такой молчаливой поддержки во время обысков, стоят по домам, просто что мы рядом. Сейчас их уже начали преследовать, Именно поэтому мы считаем, что атмосфера несвободы настолько стала удушающей на полуострове, что Европейский Союз должен отреагировать и ввести против Российской Федерации санкции, которые до этого не вводились, а именно санкции за массовые нарушения права человека. И большинство украинцев находятся в заложниках на Донбассе. Какая есть информация? Да, это тоже очень тяжелая тема, поскольку непонятно, как вытащить только за официальными данными 120 людей, которые удерживаются в подвалах СБУ в ужасных условиях. Вот когда я говорю ужасных, просто нужно посмотреть фотографии этих подвалов, которые мы делали уже на освобожденной территории 2014-2015 года. И, собственно, когда мы опрашивали людей, которые вышли из плена, то каждый второй гражданский рассказал нам, что он был подвергнут пыткам. То есть не просто избиением. Людей насиловали, к людям подсоединяли ток, их заколачивали в деревянные ящики. Я разговаривала с беременной женщиной, которой избивали железной трубой, с женщиной, которой вынимали глаз ложкой. Ну, то есть это просто ужасно. И после этого у меня, собственно, огромная такая фрустрация, что я ничего не могу сделать. Я знаю, что сейчас эти люди переживают. Я ничего не могу сделать, чтобы сейчас их оттуда вытянуть. И мы считаем, что Франция, что Германия, как участники нормандского формата, должны уделить этому вопросу первоочередное значение. Потом уже решать политические, внесение изменений в Конституцию, особые статусы. Сначала нужно вытянуть людей. Вот на этом, нам кажется, эти страны, которые являются демократическими, должны были акцентировать свое внимание. То есть вся надежда на Европу. Украина имеет очень мало рычагов влияния на Российскую Федерацию. Нам нужно строить стратегию с привлечением международного сообщества. И, в принципе, это правильно, потому что это не внутреннее дело Украины. Это не гражданский конфликт, как хочет представить Российская Федерация. Это война, которую Россия цинично начала. Она очень прагматично просчитала, что сейчас в мире нет таких ярких лидеров, что международные организации, они неэффективны. Они были неэффективны и с точки зрения сокращения прав в Белоруссии. И тоже, когда Россия преследовала свое гражданское общество, они тоже не могли ничего сделать. Ну и, собственно, это вопрос не только Украины, что делать в этом случае. Это вопрос всего мира. А что мы будем делать, когда рушится вся мировая система правопорядка? Спасибо большое. У нас в студии была глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвейчук. «Закалка стальных» – новый фильм творческой группы Вооруженных сил Украины. Документальная лента рассказывает о подготовке будущих бойцов сил спецопераций. Селекция проходит в нечеловеческих условиях. Как правило, выдерживают только 10%. Они получают право пройти шестимесячный курс обучения в элитном подразделении сил спецопераций по натовским стандартам. Теперь у них нет имен и фамилий. Каждый из них превратился в номер. Их ждут испытания холодом. Водой. Дистанциями. Строжайшей дисциплиной. У каждого есть право сдаться, сойти с дистанции и ударить в армейский колокол. Кратко о требованиях прохождения квалификационного курса. Это лица до 35 лет с образцовой физической подготовкой, отличным состоянием здоровья, способностью выдержать огромные нечеловеческие нагрузки, стрессоустойчивость. А об остальном можно узнать из фильма. Только самые выносливые выдерживают трехнедельный интенсивный курс. Они получают возможность продолжить обучение в подразделении спецопераций по натовским стандартам. Этот отбор уже третий. С ноября 2015-го курс прошли 64 бойца. Один из первых выпускников уже тренирует рекрутов. Его позывной «Хэм». Говорит, кроме физической подготовки, чрезвычайно важна смекалка. У нас проводится логическое тестирование во время отбора. Для понимания, насколько вы будете успевать во время обучения и во время испытаний. Не бывает великих свершений без трудностей. Бойцы признаются, вначале были сотни моментов, когда хотелось отказаться, сойти с дистанции и забить в колокол. Тогда спасали мысли об Украине. Помогала молитва. Украинские танкисты стали пятыми в соревнованиях «Сильная Европа». На обстрельбе штатным снарядом вошли в тройку лучших команд. Украинцы впервые участвовали в танковом биатлоне. Соревновались с подразделениями вооруженных сил США, Германии, Франции, Польши и Австрии. Лучшими стали австрийские танкисты. Второе и третье место у немецкой и американской команд. Соревнования длились пять дней. Программа включала боевые стрельбы в наступлении обороны и выполнение различных упражнений. Кроме этого оценивали физическую подготовку участников. Украину представлял танковый 14-й взвод «Омбр» сухопутных войск под командованием капитана Романа Багаева. Они соревновались на модернизированных танках Т-64. Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к ним. Что было действительно интересно, это танки, которые использует Украина. Они очень маневренные, в отличие от американских «Абрамсов», немецких «Леопардов» или французских «Леклерков». Украинцы – высокопрофессиональные воины, они интересуются техническим оснащением других команд. Опыт украинского взвода, который воевал против российских танков, является чрезвычайно полезным для всех нас. Масштабное ДТП в Турции. В районе порта Марморес перевернулся автобус с туристами. По предварительным данным, погибли 20 человек, 11 находятся в реанимации. Большинство пассажиров – женщины и дети. Они направлялись на однодневную экскурсию в Измир. По версии следствия, водитель не справился с управлением на опасном повороте горной трассы. Предполагается, что автобусы отказали тормоза. Как сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины, украинцев среди погибших в ДТП нет. Украина за безопасность дорожного движения. Под таким лозунгом закончилась очередная неделя по профилактике ДТП на дорогах. Это акция мирового масштаба. По инициативе ООН она проводится в более чем в 100 странах мира. В Киеве неделя закончилась уже традиционным флешмобом. Как это было, видела Оксана Прыжко. У Анны остановка сердца в результате ДТП. Пострадавшая манекен-тренажер. На нем инструктор показывает порядок реанимации. Положили руки. Становимся так, чтобы было перпендикулярно телу. И делаем глубокие нажатия. Сто раз в минуту делается. Нажимаем. Раз, два. Нет, смотри, делаем так. Давай, я покажу тебе. Делаем так. Раз, два, три, четыре. Остановка кровотечения и запуск сердца – наиболее распространенная помощь пострадавшим в ДТП. Говорит Инна. Главное не растеряться, не паниковать, а действовать слаженно. Если в течение пяти минут оказать помощь, вот как только произошло, сориентироваться ситуации, 90% есть того, что человек останется жив. Рядом мастер-класс по безопасному вождению для будущих участников дорожного движения. Куда мы можем двигаться? В любую сторону. Видишь, нет никаких запрещающих знаков. Да? Хорошо, проезжай. Доброе. Проезжай. Конкурсы, викторины, мастер-классы, программа последнего дня акции насыщена и разнообразна. Задача, с одной стороны, научить соответствующие службы участников и свидетелей аварий действовать грамотно и слаженно. С другой, привлечь внимание общественности к проблеме. Ведь в Украине ежегодно на дорогах гибнет до 4 тысяч людей. Чиновники уверяют, что уже работают над ее решением, усовершенствуют законодательство и дорожную инфраструктуру. В Киеве видим, сегодня уже строятся пешеходные переходы, которые немножко возвышаются над дорожным покрытием. Таким образом, заставляют водителей, подъезжая к пешеходному переходу, снизить скорость. Процент под ДТП значительно уменьшить в идеале до ноля. Это наша задача, хотя и очень тяжелая. Такого показателя нет ни в одной стране, включая развитые. Но мы будем стремиться к этому. Акции заканчиваются флешмобом. Сотни людей выстраиваются в ромб. Всемирный символ безопасности дорожного движения. Оксана Прыжка, Александр Копиловский, Влад Посудевский, UATV. С 19 по 21 мая в Венгерском Будапеште лучшие грации континента будут бороться за медали чемпионата Европы по художественной гимнастике. Украинки, как всегда, в числе фаворитов. Накануне ответственных стартов наша съемочная группа посетила тренировку национальной сборной в Киеве. Заглянув за кулисы яркого, захватывающего шоу, вы увидите его обратную сторону. Ежедневный, тяжелый, порой изнуряющий труд спортсменок. Они словно по миллиметру оттачивают полотно своего будущего выступления. Обруч сменяют булавы, потом мяч, лента, скакалка. И так с утра до вечера под пристальным взглядом строгих и требовательных тренеров. Только так рождаются будущие чемпионки. Девушки это знают и готовы положить все на алтарь грядущих побед. Совсем недавно украинки блестяще выступили на этапах Кубка мира в Софии и Баку. Три золота в групповых упражнениях. Совершенно новая команда сложена после Олимпийских игр. И реально почти никто не верил, что можно в короткий срок сделать новую команду. И слава богу, получилось. Для того, чтобы нужно было поставить этих групповичек в групповые упражнения, нужно было поставить всем индивидуальные, посмотреть, как они работают в индивидуальной программе по новым правилам. Посмотреть, кто из них как мог себя реализовать. А потом, в общем-то, сложили, взяли и забрали их в групповое. Сейчас подопечные Альбины и Ирины Дерюгиных готовятся к чемпионату Европы. Пока первый номер команды Анна Резадинова отдыхает после напряженного года, в индивидуальных упражнениях нашу страну будут представлять Виктория Мазур, Алена Тьяченко и Ева Милищук. Смена правил не лучшим образом повлияла на выступления наших личниц. Добавилось очень много травматичных кувырков, поворотов, переворотов, которые лучше удаются невысоким плотным гимнасткам. Но наши высокие стройные спортсменки готовы, вопреки всему, демонстрировать свои новые программы в лучших традициях украинской школы. Уже три старта, как я выступаю под новую песню. Это Анука, наша исполнительница. Вот под песню «Видлык». То есть очень интересная получилась программа в стиле ВОК. И вообще идея пришла в самолете, летя домой с Кубка мира. Ирина Ивановна решила послушать песню, выбрала там какие-то части, смонтировали вообще там за малое время, поставили опять же за день и поехали выступать. Получилась довольно удачная композиция. В групповых упражнениях на чемпионате Европы по регламенту будут выступать юниорки. Эту сборную команду сформировали только в октябре. Но тренеры довольны их трудолюбием и результатами на соревнованиях. Участников следующего континентального первенства ожидает много новшеств. Так что к подготовке все подходят очень серьезно. Этот чемпионат, в общем-то, чуть-чуть особенный, потому что, во-первых, командное место будет выбираться впервые с суммой индивидуального и группового. Это, в общем-то, не очень справедливо, но так оно есть. Сложно будет, потому что мы очень много времени сейчас уделили групповым старшим. В общем-то, молодежь тоже работала и ездила. Много стартов тоже провыступали. На малышей очень всегда сложно ставить. Старшие более предсказуемые. Смена поколений, смена правил и программ – не самое удачное время собирать медали. Но Украинская школа художественной гимнастики всегда держит свое высокое реноме. Трудится, еще раз трудится и готовит достойный резерв. Негласный девиз школы Дерюгиных еще никогда не подводил. Елена Дидух, Тимофей Сорокин, ЮЭй-ТВ. Динамо 90. 13 мая свой юбилей празднует один из самых известных украинских клубов. Это самая титулованная футбольная команда бывшего СССР. Чем прославился не только дома, но и в Европе киевский клуб, расскажет Владимир Гроссел. 13 мая 1927 года на территории Украины, которая тогда входила в состав СССР, был создан новый футбольный клуб «Динамо Киев». Почти 30 лет понадобилось новоиспеченной команде, чтобы добиться успеха в крупных турнирах. В 1954-м «Белосиние» завоевали свой первый кубок СССР. Это знаменательное достижение стало прологом к золотым 60-м. Впервые кубок СССР по футболу завоевали киевляне. Почетный приз вручен команде-победительнице «Диевскому «Динамо». В дальнейшем «Динамовцы» еще 8 раз брали этот трофей и 13 становились чемпионами СССР. Первый раз в 1961 году, а в 1967-м «Динамовцы» дебютируют в Кубке чемпионов. Сейчас это Лига чемпионов. Тогда киевляне дошли до 1-8 финала. Покорить европейские вершины футбола «Динамо» смогло в 70-х, когда главным тренером команды стал 34-летний Валерий Лобановский. Он изменил тренировки и настрой команды. Когда киевлянин Колотов успешно реализовал 11-метровый штрафной удар. В 1975 году «Динамовцам» не было равных в Европе. Они уверенно прошли всех соперников, и команда Валерия Лобановского завоевывает свой первый кубок обладателей кубков. В финале киевляне не оставили ни малейших шансов венгерскому Ференцварашу. 3-0 – разгромная победа «Динамо». В борьбе за суперкубок у Ифаки ивляне дважды одолели звездную Баварию. Все три гола на счету Блохина. Францфутбол признает украинского форварда лучшим футболистом Европы и вручает золотой мяч. Блохин забьет еще в финале в 1986-м против мадридского «Атлетика», когда «Динамо» Лобановского во второй раз завоевывает кубок кубков. Через пару лет легендарный тренер уедет работать на Восток. Вернется в 1996-м, и столичная команда снова будет среди сильнейших в Европе. С приходом Лобановского он заставил нас поверить просто в себя, в свои силы, что мы можем выигрывать любую команду, играть на равных с любой командой. Тогда «Динамо» машина деклассировала мадридский «Реал» Барселону, лондонский «Арсенал» и дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Выход один на один, один на один, гол, гол 3-0, 3-0. «Динамо» выигрывает Барселону. Киевляне проиграли Баварии, имея преимущество в счете. Команду начали покидать звезды. Андрей Шевченко переехал в Милан и стал чемпионом Италии и получил золотой мяч. Сергей Ребров отправился покорять Англию. А в 2002-м ушел из жизни великий тренер «Динамовцев» Валерий Лобановский. В истории «Динамо» началась новая эпоха. Белосиние неоднократно становились чемпионом Украины, завоевывали Кубок и Суперкубок Украины. А в сезоне 2008-2009 киевляне прошли в полуфинал Кубка УЕФА. В упорной борьбе уступили донецкому «Шахтеру», который позже и выиграл этот трофей. Сейчас «Киевская Динамо» переживает не лучшие времена. В команде идет смена поколений. В составе появляется все больше молодых воспитанников клуба. Болельщики верят, в ближайшем будущем это принесет свои плоды. И клубный музей пополнится новыми трофеями. Владимир Гроссов, Александр Бугай, ЮЭй-ТВ. Поддержать участников Евровидения необычным способом решили любители бега. В последний день письменного конкурса они устроили забег на 5 километров. В качестве локации выбрали живописный уголок столицы Трухановостров. Несколько десятков киевлян и гостей из рубежа приняли участие в спортивном мероприятии. Некоторые принесли с собой национальные флаги. Иностранные гости говорят, бег в Европе неотъемлемая часть здорового образа жизни пользуется большой популярностью. В свою очередь организаторы, общественная организация Run Day, приглашает присоединиться всех желающих. Подобные утренние забеги они проводят каждую неделю в разных городах Украины. В Англии бег в парках очень популярен. Сотни людей каждый день приходят в парки и бегают. Это бесплатно. И во всем мире таким образом люди укрепляют здоровье. Приятно видеть, что подобное происходит здесь, в Киеве. Вы можете путешествовать с Рандой по Украине и бегать с нами каждую субботу в 8 утра в Ивано-Франковске, Одессе, Тернополе, Киеве. И менее чем через час в Международном выставочном центре стартует финал Евровидения 2017. На главную арену в 22.00 выйдут представители 26 стран. Украинская группа Торвальд выступит под номером 22. Откроет программу представитель Израиля Емри, а завершит француженка Алма. В этот вечер голосуют все 42 страны-участницы конкурса. Свои голоса они смогут отдать с помощью СМС и телефонных звонков. При этом их с одного номера не должно превышать 20. Нельзя голосовать за участника из своей страны. Кроме мнения зрителей, при определении победителя учитывают и оценки профессионального жюри. Соотношение составляет 50 на 50. Результаты огласят только после окончания гранд-финала. За развитием событий продолжают следить наши корреспонденты. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и думайте только о хорошем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова